Телефонное мошенничество Телефонное мошенничество С мобильного телефона 102 И сотрудники дежурной части органных дел Разъяснят алгоритм дальнейших действий И предостерегут от совершения необдуманных поступков Перевода денежных средств Не менее популярные махинации Связаны с банками и кредитными картами Мошенники часто используют в СМС сообщения Всем известный короткий номер 900 Но, как правило, ставят его через двоеточие После стандартного номера мобильного телефона Служба безопасности банков Никогда не общается со своими клиентами По СМС сообщениям 99% случаев, что это мошенники То есть на эти звонки Не надо реагировать никак Если у кого-то какие-то вопросы есть На обратной стороне банковской карты Имеется номер телефона контактной линии Кредитной организации, где можно позвонить И уточнить все вопросы, в том числе касающих ваших вкладов На удочку мошенников попадаются люди всех возрастов Но в особой группе риска пенсионеры В силу возрастных особенностей Они наиболее доверчивы и беззащитны Мошенники как действуют? Они воздействуют на эмоции Тут здоровый человек, молодой, 30-летний, то может растеряться Может? Может, легко А это 70-80-летний пенсионер Идет давление на эмоции Идет давление Вызов чувства страха Причем, как правило, звонки-то бывают Они какие-то такие Либо поздно вечером, насколько я знаю, либо рано утром И объяснять им, что не надо так делать Прежде надо проверить Или нужно связаться, свяжись с нами Узнать действительно у нас, что случилось ли, все в порядке Это все бесполезно Вот просто бесполезно Соответственно, что нужно делать? Чтобы на книжке или на карточке Вот у этого пожилого человека Было ограниченное количество средств Ну, сколько ему необходимо на жизнь в течение месяца И даже в том случае, если вдруг такой у нас нет, произойдет Бабушка или дедушка эти деньги перечислят куда-то Это не будет потеря большая Ну, ладно Ну, 5-8 тысяч Ладно Не 50, не 80, не 100 А остальные деньги Остальные все деньги хранит сын или дочь у себя На карточке, на книжке Каким-то образом, на вкладе на каком-то То есть это все как бы есть И, ну, как, оформляется просто перечисление Но не всегда легко удается убедить пожилых родителей Или бабушек и дедушек в том, что такие кардинальные меры им только на благо Разговаривать и показывать факты, реальные факты Вот смотри, вот мы год прожили Ты там ни в чем не нуждался или ни в чем не нуждалась Эти деньги были, опять же, как бы Почему переведены под мой контроль? В целях их сохранения Все, о чем ты говоришь, мы покупаем Все, о чем ты просишь, мы приобретаем У тебя они есть Скажи, в чем нуждаешься Мы все это сделаем Ну, это обсуждение, обсуждение, обсуждение Да, это непросто Бывают обвинения, бывают очень конфликтные ситуации Бывают неадекватно воспринимают пожилые люди вот эти моменты Но выдерживать Просто выдерживать Если вам на телефон поступил звонок или сообщение с просьбой перевести деньги Или продиктовать номер банковской карты Незамедлительно сообщите эту информацию сотрудникам правопорядка Ваша бдительность сможет помочь другим людям не попасться на уловки мошенников Субтитры создавал DimaTorzok